2011-й подходит к концу, а значит сейчас все занимаются только одним подведением итогов. В том числе и американские кинокритики, которые накануне назвали лучшие фильмы уходящего года. Фаворитов выбирали общество кинокритиков Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Нью-Йорка и Бостона, а также американский институт кино AFI. Если в прошлый раз лидер был один, социальная сеть, то сейчас наблюдается разнообразие. Правда, есть все же картина, которая получила больше всего одобрения. Это фильм «Потомки» Александра Пэйна. Его признали лучшим в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и в институте кино. Вот давайте сначала посмотрим отрывок из фильма. Добрый вечер. Я приехал забрать мою дочь Александру. Алекс! Папа? Ни хрена себе! А что ты тут делаешь? Тебе нужно попрощаться с мамой. Я неудавшийся родитель. Запасной игрок. Тебе не помешало бы взять себя в руки? Вообще-то я в полном порядке. Только никто не замечает. И когда моя жена Элизавет попала в больницу, общение с дочерьми стало настоящим испытанием. Смотрите! Быстро сняла мое белье, чучело! А ну в дом, живо! Отличный из тебя воспитатель. Мы пройдем через это втроем. Ты, я и Скотти. Папа, это Сид мой друг. С ним я буду вести себя приличней. Здарова, братан! «Потомки» — это комедийная драма, которая снята по одновременной книге бестселлеру Кауэ Харт Хэммингс. Главную роль в фильме исполнил Джордж Клуни, который играет здесь богатого гавайского землевладельца. Он вместе с двумя дочерьми уезжает в путешествие, чтобы найти внимание любовника жены. Искренне верит, что таким образом спасет семейный очаг. До этого у отца с дочерьми не было вообще никакого контакта. И вот это приключение позволит наладить взаимоотношения, если не между супругами, то уж между отцом и детьми точно. После «Потомках» часто в рейтингах кинокритиков упоминается обладатель золотой пальмовой ветви в Каннах. Этого года фильм «Древо жизни» Терренса Малика с Брэдом Питтом в главной роли. Но я хочу рассказать о еще одном фаворите и участнике Каннского фестиваля также. Это черно-белое кино-артист французского режиссера Мишеля Азанавичуса. Фильмом года его назвали члены общества критиков Бостона. Редактор субтитров А.Семкин Артист кино уникальное. В нем рассказывается как раз о том периоде в истории кинематографа, когда немые фильмы теряют популярность, потому что на экраны приходит звук. В фильме француза Азанавичуса это все великолепно обыграно. Сначала картина абсолютно копирует немое кино, но как только по сюжету врывается в звук, он же появляется и в фильме. Волшебной лентой действительно восхищались весь год, потому что такого эстетического киноманского кино не выходило очень давно. Поэтому глаз радуется. Ну что же, это только первые итоги из-за океана. Будем ждать других хит-парадов и не только в кино. Вот, например, завтра уже станут известны лучшие из лучших в российском современном искусстве. Будет вручена премия Кандинского. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!